Здравствуйте, друзья! Свою экскурсию по Пятигорску начнём, пожалуй, с горы Машук, у подножия которой и расположился город. Высота Машука составляет 994 метра. На вершине горы располагается обзорная площадка, верхняя станция канатной дороги и телевизионная вышка. Для посещения Машука я очень рекомендую выбрать ясный безоблачный день. С обзорной площадки открывается отличная панорама на город, а в хорошую погоду можно увидеть гору Эльбруса. Очень гармонично здесь смотрятся вот эти столбы с указателями, на которых написаны города и расстояние до них. Гора Бештау, что в переводе с тюркского означает «пять гор». Бешт, пять, Тау, гора. А сейчас мы направляемся по проспекту Кирова в восточную часть города, где сконцентрированы практически все достопримечательности Пятигорска. Друзья, внизу в описании я оставлю координаты всех достопримечательностей и локаций этого видео. Слева мы можем наблюдать Спасский кафедральный собор, но о нем чуть позже. Сразу за собором, желтое здание, это институт курортологии. По центру мы видим главный вход в парк Цветник. Справа от него кофейник Укасова, но они тоже чуть позже. Вот это красивое воздушное голубое здание Лермонтовской галереи. Сразу за ней Лермонтовские ванны, а слева от них Ермоловские ванны. В 20-х годах 19-го столетия братья-бернардацы, приехавшие из строя Пятигорск, обратили внимание на портящий вид болота, возле которого уже работали первые лечебные ванны. Ими было принято решение осушить это болото. Болото успешно осушили, место очистили от мусора, засадили декоративными кустарниками и обустроили цветочными клумбами. Проложили аллеи, возле которых посадили привезенные деревья. В общем, благоустроили. Так, собственно, и появился парк Цветник, который в те времена назывался Николаевский Цветник. Галерея появилась в Цветнике в 1901 году, к 60-летию смерти Лермонтова. В те времена очень популярны были строения из стекла и металла. Эскизы по проекту архитектора Ивана Ивановича Бойкова подготовил Варшавский академик архитектуры Стефан Шиллер. Основные детали сделала в Варшаве польская компания «Гостинский ИКО». А изготовление длинномерных каркасных частей поручили Петербургскому металлическому заводу. Конечно же, не все элементы галереи дожили до наших дней. Например, оригинальные витражные стекла побило градом в 1936 году. Вместо них вставили матовые, но они пострадали во время бомбежки в Великую Отечественную. А вот сама металлическая конструкция галереи дожила до наших дней в первозданном виде. Хотя, конечно, и подвергалась реставрации. Последняя реставрация была в 2014 году. Сейчас в галерее, как и раньше, проходят разнообразные выставки и концерты. Кстати, очень похожая внешняя галерея находится в Железноводске и носит имя Александра Сергеевича Пушкина. Здесь мы наблюдаем театр Аперетты. За ним желтое здание. Это курортная поликлиника имени Пирогова. За ней с двумя купольными возвышениями Ермоловские ванны. За ними Лермонтовские ванны. А справа галерея и парк Цветник. Ермоловские ванны. Были построены в 1821 году по указанию главнокомандующего Кавказского корпуса генерала Алексея Петровича Ермолова. Лечебница строилась на деньги военного ведомства и служила для лечения солдат и офицеров. Сейчас, как это видно по табличкам, портящим облик здания, здесь продают разнообразную продукцию для туристов. А это Ставропольский государственный театр Аперетты. Здание было построено в 1914 году. А сам театр был основан 10 марта 1939 года, как Пятигорский театр музыкальной комедии. Напротив Цветника, с северной стороны, находится вот такое красивое здание. В царские времена в этом здании располагалась гостиница «Бристоль». Здание было построено в 1908 году. После многих перетрубаций в 1960 году в этом здании расположилась гостиница «Машук». Сейчас в этом здании располагается резиденция полномочного представителя президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе. Возле центрального входа в парк «Цветник» находится очень красивое здание, напоминающее такой старый прогулочный кораблик. Как и сто лет назад, все его называют «Кофейня Гукасова». Кофейня названа в честь своего владельца, кондитера Аршака Рутюнаича Гукасова. Здание было спроектировано в 1905 году архитектором Гущиным. Работать заведение начало 1 июля 1909 года. В годы революции и позже, когда здание перешло в руки государства, здесь находилась курортная столовая. Когда в городе появилась советская власть, Гукасова собирались расстрелять, как неблагонадежного. Его уже вели на расстрел, но по дороге встретился красный командир, которого Гукасов в свое время прятал у себя дома от белогвардейцев. Он-то и ступился за Гукасова, и его отпустили. Однако в 1933 году Гукасова с семьей репрессировали в Сибири. В 90-х годах здание отреставрировали, а в 2008-м рядом с кофейней появилась скульптура Кисы Воробьянинова. Иолова-Арфа Возвышается она на Михайловском отроге знаменитой горы Машук. Беседку из камня возвели в 1831 году по проекту архитекторов братьев Бернардацы. В качестве прототипа был взят лондонский храм Эола. Так что же это такое, Эолова-Арфа? По сути, это музыкальный инструмент, на котором играет ветер. Поэтому и название такое, от имени древнегреческого бога ветра Эола. Устроена арфа довольно просто. Это узкий деревянный ящик, внутри которого натянуты струны. Здесь, в Пятигорске, Эолова-Арфа была вмонтирована прямо в пол ротонды. И простояла она до 1861 года. Но потом, под влиянием непогоды, инструмент рассохся и расстроился. Ее убрали, заменив в 90-х годах XIX века на более простую конструкцию. В начале 70-х годов прошлого века на купол ротонды установили электромеханическое устройство, из которого также извлекал музыку ветер. А в 2008 году здесь установили современную аудиоаппаратуру, которая просто воспроизводит мелодии Эоловой арфы. Центральная питьевая галерея. Здание расположено возле парка Цветник. Торжественное открытие галереи состоялось 5 января 1972 года. С тех пор галерея закрывалась только на ремонт. В галереи представлены 3 вида минеральной воды. Углекислая вода Красноармейского нового источника, углекислосероводородная Лермонтовского источника и минеральная вода Ессентуковского типа, источников номер 17 и 30. Как мы видим, часть галереи занята торговыми прилавками, в которых можно приобрести тамбуканскую грязь, разнообразные БАДы и сувенирную продукцию. ПРОВАЛ ПРОВАЛ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ Испарения сероводорода довольно агрессивны и постепенно разрушают горную породу, состоящую из известняка. В результате свод рухнул, образовав большую воронку и подземное озеро. Чтобы можно было подойти к озеру, в 1858 году в пещере пробили 58-метровый тоннель. ПРОВАЛ ПРОВАЛ является визитной карточкой города. МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ ПРОВАЛ ПРОВАЛЬНЫЕ ВОДЫ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Грот Лермонтова представляет собой небольшую пещеру естественного происхождения на горе Машук. Ее обнаружили архитекторы-братья Бернардацы в 1829 году во время благоустройства Эммануэловского парка. Углубление немного расширили, внутри высекли скамью для отдыха, проложили каменную дорожку и назвали Калипсо. Считается, что в приятной прохладе грота любил проводить время Михаил Юрьевич Лермонтов. Гротом Лермонтова место стало называться после смерти поэта. Так пещеру стали нарекать сами пятигорцы. Название закрепилось и стало официальным. Спасский кафедральный собор. Главное православная святыня Пятигорска. Все началось с того, что императору Николаю I, посетившему Пятигорск в 1837 году, не понравилась тесная и скромная Скорбящинская церковь, в которой он присутствовал на молебне. И ему захотелось, чтобы в городе построили новый каменный храм. К тому времени уже был готов проект Храма Христа Спасителя в Москве. И Николай I одобрил идею создания похожего храма в Пятигорске. Несколько лет по всей стране собирали деньги на строительство храма. Наконец, в 1845 году начались работы. А когда храм был почти достроен, в 1853 году в стене и столбах здания вдруг появились трещины. Пришлось разбирать стены и укреплять фундамент. Наконец, в 1867 году строительство закончилось, и через два года состоялось торжественное освящение собора. После революции 1917 года богослужения в храме прекратились, а в 1936 году его и вовсе снесли. Весной 1991 года по инициативе местных жителей было принято решение возродить храм. В 2005 году начались работы по восстановлению собора. А 14 декабря 2012 года патриарх московский Евсея Руси Кирилл осветил собор. Ну вот и подошло наше путешествие по Пятигорску. Напоминаю, что координаты всех локаций этого видео внизу в описании. Некоторые, как и я перед поездкой, задаются вопросом «Пятигорск или Кисловодск?». Я отвечу так. Посетить надо обязательно оба города. Расскажу вам, как я распределил свои дни. С первый по шестой день я находился в Пятигорске. Но два дня из них я отвел на посещение Есентуков и Железноводска. По одному дню на эти города более чем достаточно. В Железноводске, правда, поснимать видео не позволила погода, а вот видео с Есентуков я прилагаю внизу в описании. На шестой день я перебрался из Пятигорска в Кисловодск и остался там по десятый день. Я бы остался и подольше, если бы мне позволило время. Друзья, если вам не трудно, помогите продвижению нового канала. Подпишитесь на него и поставьте лайк. Всем удачи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!